В Уральске жители дачных обществ требуют компенсацию ущерба от наводнения. Многие из них возмущены тем, что до сих пор не получили материальную помощь от государства, так как они удовлетворены условиями в эвакуационных пунктах. Аким города Сатканов пообещал, что все пострадавшие от паводка получат разовую компенсацию. Все подробности в сюжете. Сейчас мы находимся в здании городского Акимата. Здесь собрались люди, дачных сообществ. Они требуют, чтобы местные власти возместили весь ущерб. Построили им новые дома, ну или хотя бы дали на время арендное жилье. Пострадавшие от наводнения жители дачных обществ ждут помощи от государства. Если для кого-то достаточно ремонта жилья, то у некоторых дома ушли полностью под воду. Надия Акчурина уже четыре года живет на второй даче в обществе «Колос». Сейчас ей приходится жить у племянницы. Нас затопило 20-го. Где-то после обеда часов в пять, наверное, вода неожиданно пришла со стороны Урала. Вот с тех пор мы там убедим обстановку. Но вода еще прибывает. Хотелось бы сейчас поподробнее узнать, какие будут компенсации, что кому положено и положено ли, дадут ли. Вот для этого я сюда пришла. Нет, дом вновь мне не надо строить. Я думаю, если все так вот остановится, как на этом положении, то есть где-то до метра доходит вода сейчас у нас. Я хочу, чтобы помогли отремонтировать дом и огород. У меня очень сад хороший, все посадил осенью. Пришедшие на встречу с Акимом люди в полной растерянности. Они не знают, где им жить. Ведь у многих из них малолетние дети, с которыми в эвкопункте приходится непросто. От безвыходности женщины не могут сдержать своих слез. «Мой дом на второй даче ушел под воду. Мой муж не работает, у меня двое детей. Сейчас приходится жить на одну зарплату. Я прошу у местных властей, чтобы мне выдали квартиру или дом». Как оказалось, у некоторых из них не было документов на дом. «Сегодня я пришла в Экимат. Мы просим у государства помощи. Нам нужна крыша над головой. В начале апреля нас начало топить. Мы жили в районе второй дачной. Через неделю вода была по пояс. Сейчас и вовсе весь дом находится под водой. Моя главная проблема заключается в том, что у меня нет документов на дом. Так получилось, что когда мы получали дом, у председателя нам дали только ходатайство. Его я получила в 2015 году. Я обошла все пороги Экимата, но мне отказывали в официальном предоставлении документов. Я боюсь остаться без крова». Акимгород отметил, что в течение 15 дней планируется завершение комиссии по оценке ущерба. Все зависит от того, как быстро вода будет уходить. «У нас жилье было...» «Егер». Дорогие жители города, нас всех объединяет одна проблема. Прежде всего, я хочу ответить честно. Ситуация непростая. Наш президент заявил, что никто не останется без внимания. Деньги выделяются за счет бизнесменов. Каждому из вас будет предоставлена единовременная помощь в размере 100 МРП. Мы получаем ваши заявления. Их будет рассматривать комиссия. Это непростая процедура и требует времени. Мы обошли более тысячи домов. «Идет также специальная проверка. Мы все проверяем. Каждый день мы возмещаем ущерб двумстам домам. Есть одна проблема. Комиссия пока не может добраться до домов, которые находятся под водой. Потерпите, пожалуйста, жители дачных обществ. Один, два, Виктория, Нурлыжол. Пусть вода немного спадет». Также Аким отметил, что у тех, у кого уже есть официально несколько домов, государство дома не будет выдавать. Вопрос будет решен до осени. О том, как завершится данная история, пока что неизвестно. Известно лишь то, что многодетные матери, которые проживают в ЭВК-пунктах, говорят о том, что условия там, мягко говоря, не очень, некомфортабельные. Поэтому они требуют арендное жилье. О том, как завершится данная история, скорее всего, покажет время. Дана Керимбаева, Айбула Джекапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.